здравствуйте дорогие зрители сегодня мы поведаем вам что новенького приключилось в нашем мыльном мире кто кого бросил кто с кем сошелся кто чего вообще натворил ну и тому подобное но начать мне бы хотелось с моники спир потому что до сих пор невозможно поверить что ее больше нет похороны моники превратились настоящий марш протеста тысячи венесуэльцев вышли на улицу люди по-настоящему устали от преступности от постоянной опасности от ощущения уязвимости и страха за свою жизнь и жизнь своих близких очень хорошо сказал отец моники рафаэль он сказал что такая прекрасная нация как венесуэльцы не заслуживает такой жизни вот вам и национальная идея справьтесь с этими уродами из-за которой из-за которых на улицу выйти невозможно ну на этот раз полиция поработала прекрасно была арестована вся банда убившая монику ее мужа семь человек двое несовершеннолетних 15-летний 17-летний четверо мужчин и одна женщина 39 лет взяли их всех после серии полицейских налетов на воровские притоны причем взяли их совершенно недалеко от того места где была расстреляна машина моники у них были обнаружены вещи которые принадлежали семье моники сфер ну что вот вот все серии когда хотят тогда в общем все и получается значит вывод какой не очень-то хотят бороться с этой преступностью но печально конечно что маленькая дочка моники уже знает что родители их нет в живых но как маленький ребенок конечно она не понимает всей сути произошедшего она считает что ее родители на небесах но там в подробности дедушка и бабушка наверно не вдавались да и правильно сделали ну что тут еще произошло жан-карлос канела который как известно играл вместе с моникой спир в сериале пассион про хибида даже предложил девочку усыновить на него тут ноги набросились пиара мол хочет как ему не стыдно дело-то вовсе не в этом просто действительно жен-карлос потрясен смертью коллеги у него с ней были очень хорошие отношения и поэтому он просто хочет помочь посильно ну и такое движение вот души очень искренне очень такое вот доброе без всякой задней мысли кстати очень многие предлагают свою помощь алисия мачада например марджори да соуса в их числе а по поводу венесуэлы и та и другая заявили что на родину не вернуться и марджори даже рассказала что один раз ее чуть не похитили она ехала в автомобиле ей дорогу прекратить при к ей дорогу преградили два мотоциклиста стали ее из машины вытаскивать как уже ей там удалось убежать это вообще просто чудо потом она уехала в штаты и там получала письма с угрозами ей угрожали похитить всю семью поэтому всю семью она в общем практически всю семью уже перевезла уже перевезла из венесуэлы то же самое сказала и габи спина что ни за что и никогда в венесуэлу она не поедет ну а умный президент мадуро высказался по поводу преступности так что во всплеске ее виновата телевидение а чего она собственно говоря показывает столько нарко-новелл и вообще уделяет слишком много внимания этой самой преступности ну типа дети смотрят и хотят подражать то есть в телевизоре вообще ужас ужас а на улицу выйдешь там рай не веснусь никого не грабят никого не убивают ну в общем все этой серии на зеркало нечего пенять коли рожек крива в общем выйди на улицу и посмотри что там делается ну вот и в качестве примера привел героиню актрисы норкис батисты в новелле де то да с манерас росос ну норкис в свою очередь порекомендовала не пропустить финал этой новеллы где ее героиня серийный убийца будет наказана и справедливость восторжествует и вообще реальность от вымысла отличай господин президент ну а теперь перейдем к другим новостям грандиознейшим скандалом обернулась маленькая фотосессия лусеро что там значит случилось сфотографировалась девушка на фоне убитого животного сфотографировалась вместе с мужиком со своим новым и с со своими детьми ну что народ возмутился всего-то навсего поохотились всем коллективом пожалуйте бриться начались последствия достаточно неприятные отменилась ее участие в фестивале винга дель марк городского начальства сказала что не надо им тут людей которые жизни животных лишают вот компания проктор энд гэббл приостановила рекламную кампанию шампуня пантен провин они объяснили что это лусеро контракт кончился а вовсе не из-за фотографий ну сами понимаете что то очень подозрительно быстро кончился этот контракт и вот смотрите пять минут выставила в твиттере или в инстаграме свои фотографии и пожалуйста позора не берешься и репутация коту под хвост но еще маленькая такая деталь как портрету лусеро если кому-то стало ее очень жалко она отказалась работать с сисилий галиано и выдвинула причину вот ни за что не догадаетесь какую она сказала что аргентинка не ее уровне а кто тогда спрашивается ее уровне махатма ганди тоже да ну теперь перейдем к новости о реке мартине вы помните в прошлый раз мы вам рассказывали что он расстался со своим другом вот а теперь его бывший партнер дал интервью и заявил что расставание произошло тихо мирно в полной гармонии без скандалов и когда его спросили не было ли причины там верность он сказал что нет ничего подобного не было но бывают такие варианты когда в общем отношения так сказать изживают себя вот поэтому в общем пришлось и расстаться но они тем не менее остались друзьями еще одно расставание совершенно неожиданное для поклонников этой пары бразильский актер каоя реймонс дай бог мне сил произнести правильно его имя подтвердил расставание с грацелой массафера с которой он прожил достаточно большое количество лет у них маленькая дочка софия расстались они как он сказал в интервью одному из изданий тоже очень тихо очень мирные подружески причиной желтой газеты называют актрису исис валверде роман с который начался на съемках новой нового нового ну бразилия в шоке мы честно говоря тут же но зато габи с паник помирилась маурисио ислансом конфликт был долгоиграющий и малопочтенный ну если вы помните на съемках нового узница преступница или там заключенные как ее по-разному называют значит произошел у них конфликт габи обвинила маурисио в том что он к ней пристает маурисио громко возмутился но так как у него был тогда другой скандал с актрисой хинесис родригес то вот это вот самая версия габи в общем вбила последний гвоздь в гроб его репутации но считаете что габи практически ему ножку подставил уже падающими ну вот а теперь источники соцтеки уверяют что габи и мау все выяснили между собой ведь они работают на одной телестудии и сейчас в общем общаются почти дружески ну слава тебе господи может быть в одной новале сыграли предыдущий опыт был достаточно удачным и последняя новость на сегодня марлени фавела вновь встречается с гаем дойдя нам в декабре парочка съездила на кубу ну вот нам тоже очень интересно зачем это просто так в туристических целях или потому что на кубе хорошая медицина каждый может додумать свое итак на сегодня все подписывайтесь на наш канал до свидания до новых встреч